В своих выступлениях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев неоднократно говорил об открытости и доступности власти для населения. Для того, чтобы жители видели работу руководителей районов, а те, в свою очередь, помогали людям решать существующие проблемы, необходимо как можно чаще проводить сходы граждан и встречи с населением. Такое прямое общение с жителями позволит сделать работу органов местного самоуправления более эффективной и точечной, уверен губернатор. В Славянском районе встречи жителей с представителями власти проходят практически в ежедневном режиме. Глава района регулярно выезжает даже в самые отдаленные и малочисленные населенные пункты, чтобы лично узнать, какие проблемы волнуют местных жителей, какая помощь нужна в решении наболевших вопросов. Один из последних сходов граждан прошел в хуторе Урма Анастасиевского сельского поселения. Мы спланировали приехать к вам, пообщаться, обсудить проблемы, записать, пометить, чем-то помочь, потому что основная наша работа – это действительно сделать жизнь людей комфортнее. Хоть не всегда это получается, денег где-то не хватает, где-то проблем много, где-то еще что-то, но, в всяком случае, стараемся, слушая ваши чаяния, ваши поручения и параллельно стараемся эти поручения выполнять. Хутор Урма – один из самых малочисленных населенных пунктов Славянского района. Здесь проживает всего 63 человека. Проблемы, с которыми жители обратились за помощью к поселенческой и районной власти, касались водоснабжения, стабильной подачи электроэнергии и укрепления дамбы. Как доложил глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко, вопрос с водоснабжением хутора Урма давний и действительно проблемный, но в данный момент сельская администрация занимается его решением. Совместно с жителями уже подготовлена необходимая документация, есть проект. Строительство водопровода стоит в плане первоочередных задач, которые будут решаться на территории хутора в ближайший период. Что касается берегоукрепительных работ, то 7 километров дамбы уже подсыпаны и укреплены, работа будет продолжена. Также попросили жителей пересмотреть графики маршрут движения общественного транспорта, так как неудобно добираться из Прикубанского и Урмы в офис врача общей практики в хуторе Ханьков. С доводами односельчан глава Анастасиевского сельского поселения согласился. Необходимо изменение движения маршрутки или тогда закрепление двух хуторов, вот этих, и в том числе сельмаша, на станицу. В связи с тем, что ВОП тогда будет пустой, просто на один хутор, значит будем изменять движение маршрута, чтобы он заезжал в хутор. Все озвученные на сходе граждан вопросы взяты на контроль для дальнейшего решения, в том числе и установка детской площадки в хуторе Урма. С предварительным выбором вместе с жителями необходимых малых форм, ориентированных на возраст детей, которых в Урме 12 человек. В конце встречи жители поблагодарили главу района и руководителя сельской администрации за внимание к их проблемам и помощь в решении наболевших вопросов. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».